Сначала я расскажу, что сейчас представляет из себя технология Скокова. В настоящий момент это 48 резидентов, которые представляют собой 5 основных направлений, которые утверждены его законом. 5 кластеров. Это IT-пластер, самый многочисленный. Это кластер энергетехнологий, это кластер ядерных технологий, кластер космоса и биомедицинских кластеров. Сейчас при технопарке Скокова как на его территории, так и на территории нашей необъятной родины есть 22 центра коллективного пользования, их число постоянно растет. Это те места, где участники проекта Скокова и не только участники проекта Скокова могут получить технологические сервисы, технологические услуги. Начиная от фототипирования своего опытного образца и заканчивая вывод медицинского препарата от самой ранней стадии до выхода его на рынок и патентования сертификации. Сейчас на площадке хинопарка проводится постоянно очень много мероприятий. Буквально завтра у нас на территории Гиперпуга, если кто знает, будет слет центров коллективного пользования, где соберутся и те центры коллективного пользования, которые сейчас аккредитованы Скокова, и те, которые планируют. Это будет очень интересное мероприятие. Если вдруг у вас будет возможность, конечно, раздвоиться и не получится, поприсутствовать, мы с радостью вас увидим. Сейчас на территории хинопарка оказывается 10 сервисов для участников проекта Скокова по развитию бизнеса и обслуживания. Эти сервисы включают в себя маркетинговое направление, бухгалтерское направление, юридическое направление, почтовый сервис, опять же, технологические сервисы, кадровый сервис. Сейчас эти сервисы предоставляют 9 коллективных провайдеров. То есть какие-то сервисы у нас есть in-house, то есть мы самостоятельно силами технопарка их оказываем. И какие-то сервисы мы, я скажу дальше, есть определенная процедура аккредитации, есть определенные критерии. И, скажем так, мы подбираем качественных партнеров, которые могут оказывать эти услуги, качественных внешних партнеров, которые оказывают эти услуги, причем они оказываются по ценам ниже. То есть есть существенная разница, если придет участник Кокова к этой компании на ценник, если придет просто компания с рынком. И, соответственно, сейчас мы буквально в августе переезжаем на новой площади, и это 21 тысяча квадратных метров площадей. Так получилось, что, я уже говорил, не совсем есть верное понимание, что же такое технопарк и за что он отвечает в всей экосистеме Сколково, которая включает в себя фонд Сколково, как основный элемент, кластеры, в которые попадают, основные 5 кластеров, которые попадают в проекты и разделяются. Есть центр, который отключается в патентовании, индивидуальный, собственно, есть таможенный блок. За что мы отвечаем, за что включает Коково Кокова? Первое – это перевод участников президента. То есть есть большое количество участников по регионам, соответственно, перевод их президента. А можно вопросы, наверное, в конец или сейчас? Просто касательно сразу резидента, у вас как территориальный принцип в резидентуре, или нужно там размещаться? Смотрите, резидент – он резидент фактически. То есть участник может не быть резидентом, он становится резидентом, когда фактически оказывается на площадке Сколково. То есть он должен прямо в здании сидеть? Ну, чтобы быть резидентом? Смотрите, есть понимание участников Сколково, то есть компания, которая подавала заявку и получила все те благо Сколково, о которых я сейчас говорю. А есть эта компания, Хошел Расфакт, которая фактически переехала на территорию технопарк. Это две разницы. Соответственно, мы отвечаем как раз за развитие технологических сервисов и экспертизы, это я говорю сейчас о центрах коллективного пользования. То есть это те центры коллективного пользования, которые есть на территории технопарка, и те ЦКП, которые разбросаны по России. Соответственно, у нас есть орган, который специально обеспечивает консультацию соискателей и участников по всем вопросам, начиная от подачи формальной заявки, как, где, как это сделать, что для этого нужно, так и заканчивая консультация компаний, которые уже стали участниками проекта. Соответственно, те сервисы, которые я называл, маркетинг, перетендровый, предоставление качественных посредственных сервисов для участников, причем у нас есть возможность опрашивать сейчас больше тысячи компаний-участников, которые получили статус участников проекта с полково. И у нас есть возможность, скажем так, огромное количество этих компаний, на основе, по которым мы делаем вопрос, получаем обратную связь, а что же им еще нужно. По сути, все это сделано лишь с одной целью, чтобы дать им возможность сконцентрироваться на ключевых компетенциях, а то, что можно отдать на аутсорсинг, отдать на качественный аутсорсинг по ценам нежелинжно. Мы отвечаем за развитие среды и атмосферы. Это как раз касается и карт-инфраструктуры, то есть создания комфортных условий для размещения этих проектов. Это касается и создания наполнения, привлекательности тех интересных мероприятий, в которых интересно участвовать резидентам, участникам, которые проводятся на территории технопарка. Соответственно, одна из ключевых наших задач это сотрудничество с регионами, с региональными технопарками, бизнес-оккубаторами, другими объектами инновационной экосистемы. Соответственно, прямо сейчас технопарк располагается на много меньшей площади, чем планируется, да, чем планируется в рамках реализации проекта Большого Сколково. И вот буквально в августе я сказал, что мы перемещаемся из тех небольших площадей, уже 21 тысяча квадратных метров, где и будем продолжать развиваться. Причем там через время, в 2016 году, это будет уже порядка 100 тысяч квадратных метров. То есть постоянно будем расти. И технопарк Сколково является интерфейсом Большой Сколково. То есть, по сути, через нас можно строить, во-первых, мы готовы собирать какие-то вопросы, которые касаются темы Сколково, взаимодействиям со Сколково, и уже транслировать в нужные, скажем так, направления, в нужные кластеры, в нужные департаменты. Буквально недавно у нас поступил запрос от потенциального инвестора, и мы сразу же его транслировали в инвестиционный департамент, который уже будет более детально рассматривать этот вопрос. Соответственно, прямо сейчас, буквально месяц-два назад, совсем недавнее время, мы задались целью, как гранатно и эффективно выстроить взаимодействие с регионами. И, соответственно, прямо сейчас, на самом деле, подходит, наверное, отчасти процесс кастомер-девелумент, то есть мы понимаем, что нужно обмениваться опытом, практиками, потому что у какого-то технопарка что-то получается лучше, и если будет некая синергия взаимодействия, скажем так, это будет выгодно всем сторонам. Мы понимаем, что, скорее всего, в регионах не хватает образовательных программ. Мы понимаем, что не хватает экспертов-декументов для качества на развитие тех проектов, которые находятся на базе ваших технопарков, бизнес-инкубаторов. Очень здорово видеть какой-то пример успешных практик, на котором это сработало, сработал какой-то тезис, сработала какая-то гипотеза, и посмотреть некую идеальную площадку, на которой все работает, все получается, чтобы, если это применимо для вашей ситуации, можно было транслировать себе на площадку. Однозначно нужно ориентироваться и на международный рынок, и нужно переменять международный опыт. Соответственно, в этой части сейчас проводится очень большая работа. Это касается, есть международная ассоциация технопарков, ИАСП, и каждый год они проводят саммит технопарков. И это очень крупное мероприятие. В эту ассоциацию входит 300, более 300 ведущих технопарков мира. То есть это и азианские, и европейские технопарки, и южноамериканские, и американский блок. И от Москвы, от технопарков Строгино, от Центра инновационного развития Москвы, от технопарков Соков сейчас подается заявка на то, чтобы в 2016 году это мероприятие прошло на территории России. И это означает, что если мы добьемся этого, на территорию России приедут представители лучших технопарков. Соответственно, это огромнейшая сеть контактов как для инфраструктуры нашей, так и для наших проектов, которые у нас сейчас находятся. Соответственно, еще один из тезисов, это для того, чтобы, наверное, это в меньшей степени касается IT, нужно развивать и давать доступ к технологическому оборудованию и экспертизу для резидентов. Причем это касается не только наших резидентов, то есть они могут прийти с помощью квалифицированных кадров, поставив какую-то задачу, достичь своих результатов, опробовать свои дипломы на деле. Это еще очень интересный инструмент для инвесторов. Почему? Если инвестор заключает какое-то соглашение с Центром коллективного пользования, к этому инвестору приходит проект и просит денег. Соответственно, инвестор просто направляет в этот Центром коллективного пользования и говорит, ребята, сделайте там прототип свой. Соответственно, ребята делают этот прототип и подтверждают жизнеспособность гипотезы. Инвестор получает дополнительную поддержку и дополнительную галочку, что от Центра коллективного пользования, по сути, они смогли сделать этот прототип, то есть где же неспособно, и риски вхождения проекта существенно снижаются. Соответственно, еще из главных тезисов, над которыми мы работаем, это для того, чтобы увеличивать воронку входную проектов для региональной инфраструктуры. Причем, когда мы коснулись этой темы, мы столкнулись с тем, что вокруг Сколково выходит ряд мифов. Причем эти мифы действительно никак не сопряжены с реальностью, они явно ошибочны. И мы их выделили, наверное, в 3-5-10. Первое. Придет Сколково, и все лучшие, самые success stories вытащить и выдернет в Москву и на парках бизнес-инкубатора не оставить ничего. Второе, что Сколково выступает в качестве закрытой системы, которая внутри себя что-то крутит, которая не раскрывает своих инструментов, работает само по себе и отвлечена от внешних взаимодействий. И третье, что Сколково никак не заинтересован в выстраивании региональной инфраструктуры. Опять же, вещь в себе Сколково и никак не настроена на сотрудничество. Это тем мифы, которые мы выявили. Предлагаю развеять эти мифы всем вместе. Чем мы можем быть вам полезны? Мы саккумулировали ряд направлений, по которым мы готовы сотрудничать. Я сейчас проговорю. Создание и развитие технопарков. Тренинги, смен-пункт на площадках технопарков. Соответственно, есть уже какие-то инструменты, которые мы на своей площадке смогли внедрить, которые мы знаем, что они работают, и есть инструменты, которые не работают. Мы готовы им делиться, готовы выслушивать опыт ваш, ваши места. У нас есть сложившаяся система аккредитации провайдеров, это внешних, скажем так, доброкачественных поставщиков услуг, по которым мы отбираем. И сейчас к нам попадают действительно проактивные компании, которые не просто хотят стать партнёром для галочки, а которые готовы участвовать, которые готовы вкладываться вместе с нами в развитие этих состартов. У нас есть возможность предоставлять доступ для региональной инфраструктуры к центрам коллективного пользования и к сервисам, которые у нас сейчас есть. То есть совершенно любой стартап, который находится на вашей площадке, может обратиться в любой из наших центров коллективного пользования и отправить в ОТЗ и получить согласно этому ОТЗ работы. Любой из ваших стартапов может обратиться в наши аккредитованные сервисы. У нас есть очень сильный, качественно и грамотно подкованный центр интеллектуальной собственности, который может закрыть абсолютно любые вопросы, любой сложности, начиная от какого-то начального восстановления и подачи патентной заявки в России, заканчивая сложными процессами структурирования сделок на международном уровне. Про центр коллективного пользования я уже сказал. Соответственно, помимо того, что у нас уже есть сейчас в центре коллективного пользования, мы заинтересованы в расширении. То есть если в вашем регионе, при вашем преснопарке, при бизнес-интубаторе есть центр коллективного пользования, мы можем посмотреть, насколько он соответствует парсайтам Сколково и посмотреть, и аккредитовать его. Соответственно, это просто даст возможность вам дополнительного потока заказов в вашей циклотеке. Есть возможность доступа к экспертам сообщества Сколково. Сейчас это выглядит в формате, попустим на примере IT-кластера, когда кластер устраивает какой-то конкурс в регионе, и представители кластера приезжают и отсматривают те проекты, которые у вас есть. Соответственно, это, я считаю, большой бонус. Помимо того, что, допустим, при подаче заявки в любой из ваших проектов, эта заявка очень сильно структурирует и заставляет команду задуматься о некоторых вещах, о которых иногда они не думают. И, по сути, как участие в этих конкурсах, как просто формальная подача заявки на получение статуса участника Сколково, это достаточно весомая причина отследить вообще актуальность своей идеи, посмотреть ее жизнеспособность и возможность коммерциализации в конечном итоге. Касательно мер венторского сообщества, буквально в конце лета, может быть, в начале осени будет запущен проект, который будет выглядеть следующим образом. Сейчас выбираются менторы, которые будут выставлены на сайте Сколково в качестве витрины. Эти менторы, соответственно, являются профессионалами в своей какой-то узкой сфере. И будет возможность подать заявку проекту на возможность сотрудничества с каким-то ментором. Причем в этой заявке будет указываться, нужно будет указать, какого именно он нужно, ментора, и будут сводиться проекты и менторы. Я не могу сказать насчет, сейчас просто нет информации, насколько это будет распространяться за пределы участников проекта Сколково, но какая возможность будет, то есть вы, по крайней мере, можете отследить тех экспертов, которые являются профессионалами в своей области и посмотреть, как вы с ними можете посовемодействовать. Сейчас есть уже сформирована практически на 100% образовательная программа Startup Launchpad. Причем она интересна тем, что находиться в регионах вы имеете доступ, поскольку это видеозаписи. В момент видеозаписи вы можете находиться на самой площадке, где проходят видеозаписи в основном в Москве, там процентов 20 может быть во время турной по регионам. И это хороший базовый материал для образования именно ваших стартапов, поскольку там именно те вещи, которые нужны на базовой стадии. Как подготовить пищи для инвестора, что он должен содержать, и все вопросы интеллектуальной собственности касаются. Причем проводят это, ну, как гуру в своей области, и эта образовательная программа, она доступна в общем доступе совершенно бесплатно. Мы предлагаем площадку технопарка Сколково для проведения каких-то совместных активностей и мероприятий. Мы предлагаем информационное партнерство по каким-то взаимным активностям и освещение этих активностей на наших сайтах, соцсетях, то есть в Бук, ВКонтакте и так далее. И, как я уже говорил, мы можем послужить тем интерфейсом для вас в пластеры, которые, по сути, ведут те проекты, которые подают заявку и становятся участниками. Зачем нам это надо? Ну, первое, мы действительно болеем за развитие инноваций в стране. Второе, мы понимаем, что, наверное, поток тех проектов, которые стали сейчас участниками Сколково за три года жизни проекта, он постепенно иссякает и слабо обновляется. Если мы не поможем подпитать их воронку на входе в ваши технопарки и бизнес-инкубаторы, в определенный момент этот поток иссякнет. Мы заинтересованы в том, чтобы наши центры коррективного пользования, которые есть сейчас, которые будут, они получали больше заказов, потому что у них есть реальные мощности, у них есть реальный квалифицированный персонал, который может выполнять грамотно эти заказы. И, соответственно, мы заинтересованы в увеличении электронных центров коррективного пользования. Можно вопрос? Вот аккредитация, кафе и анализ, я не понял, что дает центру коррективного пользования? По сути, это А, подтверждение отличия от конкурентов, то есть проводится действительно серьезная проверка, детализованное исследование этого центра коррективного пользования по кадрам, по оборудованию, по бизнес-процессам. Это первое. И второе – приток дополнительных заказов, поскольку, по сути, этот ЦКП выставляется на витрину с полкового, говорится, что он аккредитованный, пиарится на всех мероприятиях, в том числе завтрашнем, который произойдет, и, по сути, это влечет к увеличению загрузки и продажи. В чем центр коррективного пользования заинтересован? Мы видим это, как я говорил про увеличение воронки на входе для технопарков, и, по сути, это невозможно формирование какого-то витрины инновационного российского бизнеса, инновационных российских проектов, если мы не поможем сформировать эти школы Олимпийского резерва и не сделанных привлекательными. Потому что, когда один проект будет построен на витрину, ценность того технопарка, бизнес-инкубатора, который возрастил в регионе, в России, она существенно возрастет, и туда просто потянутся, хотя бы из-за пиар-кода продвижения и привлекательности именно этой среды, которая возрастила этот проект. Как мы предлагаем это сделать? Как я уже сейчас сказал, сейчас, по сути, кастом-девеллент проходит, но мы предлагаем регулярную встречу по армену опытом, и буквально в октябре мы планируем провести первый слет технопарков, обалис технопарка Сколково, бизнес-инкубаторов и всех составляющих экосистемы. Мы готовы выслушать те потребности из того, что мы предложили, из того, что у вас есть сейчас, на данный момент, что вас беспокоит, и посмотреть, как мы можем посотрудничать как в рамках того, что мы декларируем, так и в рамках того, что вам нужно. Мы готовы посмотреть, какой план мероприятий у вас на этот год, на следующий, и посмотреть, как мы можем объединить наши усилия и дорастить синергию в этом направлении. Соответственно, готовы уже поучаствовать в длинной информационной рассылке для всех технопарков, бизнес-инкубаторов. Составить план, выделить ответственного человека от каждого представителя экосистемы, чтобы мы этот план проговорили и действовали по нему. Мы уже работаем с Министерством связи и массовой коммуникации, мы работаем с МинЭКом. Мы очень сейчас плотно взаимодействуем с Международной ассоциацией технопарков и АСС, потому что видим большую ценность для России проведения этого саммита 2016 года, на который сейчас подается заявка. И сейчас есть достаточно интересный вариант, поскольку, во-первых, чтобы добиться этого права, нужно победить в голосовании. Мы будем соревноваться, если не ошибаюсь, с Голландией и еще с какой-то Азиатской, по-моему, страной. Соответственно, сейчас что дает членство АСС? Один из главных, наверное, притерий, это действительно богатая сеть контактов с международным сообществом, с технопарками. Это есть прямой выход для наших проектов, которые сидят на нашей, вашей площадке, на Европу, Азию. И очень достаточно простой вот тихоокреанский континент на Америку. Мы очень плотно работаем с ассоциацией технопарков Российской Федерации. Как я уже говорил, мы за выстраивание какой-то единой программы мероприятий совместно с вами, мы готовы проговаривать и достигать вот эти доступные методики построения и развития технопарков, из инкубаторов, готовы делиться с вами тем, что у нас есть, тем, что мы достигли, и готовы перенимать положительный опыт ваш. Мы за то, чтобы был единый доступный пункт у экспертов и менторов, и чтобы он был рабочим. Мы за единую программу обменов. Как я сказал, буквально несколько месяцев мы очень плотно работаем по этому направлению. Есть, скажем так, первые шаги, с которых мы можем начать. И что мы уже сейчас делали с Академпарком Новосибирска. В день открытых дверей Академпарка, в середине, если не ошибаюсь, июня 20-го, мы провели видеоконференцию, на которой со стороны Академпарка собрались заинтересованные проекты, стартапы, их резиденты. И очень четко, понятно, рассказали о привилегиях статуса участника проекта Сколково и о каких-то практичных шагах, чтобы получить этот статус. Причем там проговаривалось не только в общих моментах, а там были ответы по тому состоянию, по которому сейчас проходит эта процедура. То есть, допустим, у многих возникает вопрос о присутствии иностранного специалиста в команде для того, чтобы стать участником проекта Сколково. На данный момент это не обязательно. Достаточно лишь иметь российского участника команды страны СНГ, у которого есть просто международный опыт, который он может подтвердить. Работаем в иностранном проекте иностранной компании. Это очень просто, мы можем с вами договориться о каком-то времени, когда вы соберете свои проекты или лиц, которым это будет интересно, и очень четко, понятно проговорились. С возможностью получения от нас обратной связи, когда есть какие-то предметные вопросы. Прямо сейчас формируется ряд поправок, касающихся взаимодействия с госорганами и с госрегулированием жизнедеятельности бизнес-инкубаторов, технопарков. То есть мы планируем сформировать это и, скажем так, для того, чтобы облегчить, упростить жизнь технопарков без инкубаторов, внести эти поправки, что, надеюсь, принесет определенных тех. Как я говорил, уже членство в АСК на льготных условиях сейчас предоставлено. То есть обычно это 1700 евро в год, сейчас это меньше, чем половина для того, чтобы вступить в членство. То есть те технопарки без инкубаторов, которые в этом заинтересованы, я могу, во-первых, рассказать подробнее евро, наши сейчас беседы более детально, и могу рассказать просто, как это можно сделать. И, соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы, как я говорил, в центре коллективного пользования продвигать, который есть сейчас, и продвигать, присоединять и расширять пункт КТП. И, соответственно, я думаю, вы слышали о таком мероприятии, как Днисколково. После этого мероприятия у нас прибавилось три центра коллективного пользования, причем именно из тех регионов, которые проводились в Днисколково. Здесь мой контакт, и, наверное, сейчас, если какие-то вопросы в процессе возникали, я могу ответить и пояснить более детально. Насколько я знаю, мне сказали организаторы, эта презентация будет рассылаться вам после всего мероприятия, поэтому контактовы останутся. Вопросы? Сергей, а вот сами, которые высшая школа экономики и технопарков проводят, то есть они тоже, примерно, то же самое занимаются, ассоциации технопарков с тем же занимаются, которые мы тоже пытаемся провести соответствия. Как вы? Это параллельные процессы, а не совместные? В каких-то рамках это параллельные процессы. Мы стараемся сделать их совместными, дабы усилить эти. В некоторых моментах это последовательный процесс, потому что есть разные стадии проектов, и, соответственно, для каждой из организаций интересны разные стадии. Нет, я имею в виду, есть центр предпринимательства, который проводит обучение технопарков. Там год подряд они коммертанцев привозят и так далее, и стараются, что же в этой сфере делать. Есть ассоциации технопарков, которые свое внутреннее обучение делают, и свои методики. Есть высшая школа экономики, где Анастасия Твердовича с твоими исследованиями делают, сейчас, я так понимаю, в Италии, в Италии, в Италии. Можно я подключусь? На самом деле вопрос очень правильный, потому что в этом направлении работают не только ассоциации технопарков, в этом направлении еще работают в Минкомсвязи, в Минкомсвязи, в общем, кучу всяких. И мы сейчас пытаемся синхронизироваться со всеми с ними. Почему, собственно, саммит проходил на нашей территории, ну, одна часть саммита, потому что мы заранее встретились, договорились, посмотрели, где наши программы могут пересекаться, где мы можем друг друга дополнять, и договорились о том, что мы эту работу будем делать вместе. То есть мы в этом вопросе не конкурируем, а объединяемся. И есть, например, если это касается образовательных программ, это, опять же, не бюджет. То есть мы теперь не расправляемся, и не будем делать там саммит один, там слет второй, там третий, мы будем делать все это совместно. Если мы проводим какую-то образовавку, то это тоже вместе. Но при этом, например, тот же самый Шпиленко, он понимает, что он не может предоставить тех же самых менторов, экспертов, каких-то, да, конкурсов айтишных в регион привезти, сколько у нас тут сделано там с айти-кластером, например. Поэтому он видит свои какие-то минусы и пытается их закрыть нашими плюсами. А мы увидим свои минусы. То есть у него наш мотив в чем сотрудничество с ним? В том, что у него уже есть наработанные контакты, которые можно использовать для более эффективности с нашими возможностями. И мы вот в этом направлении работаем. Плюс у него, ну, плюс еще в том, что он уже провел какую-то работу в законодательной сфере и знает, ну, входят некоторые межведомственные комитеты, и межведы так называемые, да, и может что-то там лоббируют. Вот как-то так. Ну, и сразу дополнительный вопрос. Все-таки, условно говоря, бизнес-инкупаторы регламентируются вот этими всякими нормами минерального развития, ну, некими, там, так, лекарными, плюс еще 250... Государственные. Государственные бизнес-инкупаторы. Да, государственные. Ну, законодательная, плюс 200, 250, плюс, соответственно, все, что там регионы нас тут, и так далее. В технопарке немножко относится к другой сфере, да? Ну, там есть разные, эксклюзийские, бэкми, номер, там... Для вас, ну, ваша целевая аудитория, какие там? Технопарки? Мы вообще работаем больше, наверное, с технопарками, чем с бизнес-инкубаторами. Но, как правило, в рамках технопарков есть свои бизнес-инкубаторы, да. Ну, то есть, основная для нас целевая аудитория, это, наверное, все-таки технопарки. Мы с бизнес-инкубаторами тоже сотрудничаем, тоже нам интересно, но... Ну, не вот, интересно, но не вот. Ну, почему? Ну, а если и технологически, ну, конечно, интересно, да. И ограничений в этом плане нет, да? Нет, вообще нет. Потому что мы с государственными и несчастными. Нет, нет. Да, конечно, и те, и другие. Да, мы же поэтому... Мы для того, чтобы начать эту программу, что сделали? Мы сначала встретились со всеми, кто этим занимается. Пришли в Минконсвязи, пришли в Минополь, пришли в Миннек, пришли в инвестицию технопарков, пришли еще куда-то. Ну, сходили в кучу мест, узнали, что они делают. Поняли, где мы можем дополнить то, что они делают. Предложили им. Они говорят, о, клево, давайте делать вместе. Мы говорим, хорошо, давайте делать вместе. Ого, все. Коллеги, спасибо. Вы же с нами еще? Да. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ